Друзья, начинаем нашу панельную сессию. Я рада вновь вас приветствовать, кто захотел посетить нас и послушать эту тему. Тема панельной сессии нашей «Думаем о будущем», но самое главное, мы будем говорить с вами о цифре. И все-таки продолжим тематику технологического суренитета в рамках технопарков, индустриальных парков, особо технологических зонах. То есть что происходит, какие есть, естественно, мы говорим много о проблемах, потому что основная задача их выявлять и задать себе какую-то задачу по итогу форума и нашей сессии. Что нужно делать для того, чтобы все происходило много быстрее, потому что даже в перерывах разговаривая слышу о том, что мы упал на высоту составляем. Мы все теряем зачастую время, когда не знаем, как можно быстрее сделать. У нас сегодня очень представительный состав спикеров, которые действительно имеют хороший, большой опыт и могут поделиться своим мнением, что нужно сделать для того, чтобы прийти и обеспечить технологический суренитет, в том числе на базовой инфраструктуре, промышленной инфраструктуре, которая все-таки является базой любого инфраструктурного проекта, зачастую для IT, хотя есть специфика. Об этом мы с вами будем сегодня говорить. Для начала я хотела бы, давайте, наверное, представлять спикеру ходу по ходу. То есть прошу и передаю слово Михаилу Александровичу Анну, с ним уже знакомый, директор Ассоциации Квасковых Технопарков Особоэкономических Казов России. И, Михаил Александрович, Ассоциация давно уже появилась, и вы на регулярной основе изучаете, как меняется модель работы управляющих компаний, технопарков, инфраструктуральных парков, в том числе по процессам, связанным с цифровизацией. Как вы оцениваете уровень сегодня работы управляющих компаний, и как это влияет на резидентов таких цикловных площадок? Спасибо огромное, это вопрос. Добрый день, сразу не видел. Дорогие друзья, ну, вы знаете, когда первая программа технопарков в сфере высоких технологий в 2006 году запускалась в Российской Федерации, заканчивалась она в 2013, были созданы первые технопарки, значит, в сфере высоких технологий, первые 12, то речь шла о том, чтобы на территории каждого технопарка в сфере высоких технологий был центр обработки данных. И когда мы в 2015 году разрабатывали ГОСТ, это был один из ключевых наэропартеров, который определял, что это технопарк современный, модный, что в нем комфортно работать, что есть хранилище данных, что могут приходить не только резиденты пользоваться этим содом, но еще и предприятия с регионом. Знаете, на это выделились деньги. И, как оказалось, не зря, потому что то, что мы сейчас видим уже в тренде развития технопарков и промышленных, и индустриарных парков, да и любых компаний, которые ведут ногу со временем, они используют и цифровизацию, и искусственный интеллект, и бигдату. Поэтому, когда сегодня мы отвечаем на вопрос, а нужно ли это, во-первых, этим объектам, то, безусловно, конечно, это да. А когда мы начинаем это смотреть и соотносить с тем, насколько это быстро развивается, конечно, хотелось бы результатов намного больше, потому что ряд аспектов, которые решают внедрение автоматизации, внедрение СРМ-системы в управляющей компании парков, где-то это спозная система, которая замкнута на региональные органы власти, где-то это просто внутренний, значит, это есть личный кабинет, где просто идет взаимодействие с резидентами. Я как, значит, не только человек, который, ну, давно вот я теперь кручусь, но и то, что непосредственно находится, например, как президент Технополиса Москва. И у них достаточно очень такая эффективная современная система, где каждый находящийся на территории Технополиса, арендатор или резидент, может, начиная с банальных каких-то вещей, заказать пропуск на автомобиль, заканчивать уже более подвинутыми услугами, которые, опять же, управляющие компании Технополиса оказывают, заказать это, не выходя из своего офиса. Это очень удобно. Это снимает бюрократизацию. Это абсолютно необходимый пункт в развитии наших объектов, наших площадок. Это делает их наиболее инвестиционно привлекательными, потому что уже по инициативе самих же площадок, по инициативе инвесторов, мы, начиная с 2022 года, внедрили в рейтинг оценки Технопарков, особоэкономических зон, такой блок, как цифровизация, где как раз вот эти моменты отражаются. И конкретно, если то, это и наличие личного кабинета резидентов, наличие IT-специалистов, управляющих компанией, которые могут не только у себя, скажем так, организовать эту систему, но еще и выйти на площадку резидента и ему какие-то услуги оказать на этом плане. Это наличие CRM-системы, наличие центра обработки данных, о которых я уже говорил, наличие покрытия принципов высокоскоростного интернета на всей площадке парка, или особо основной. Мы эти критерии выбрали не случайно, они как бы отражают реальность условий сегодняшнего мира. Это требование, наверное, всех таких крупных ведущих компаний, которые рассматривают вопрос инвестиций на площадке Российской Федерации. Вот если брать информацию по итогам 2022 года, то наличие личных кабинетов насчитывалось у 22% оброшенных управляющей компанией Технопарковой. В 2023 году уже было 35% таких Технопарков, где такую систему у себя внедряет. Наличие в штате управляющей компанией IT-специалистов было в 2022 году 15%, в 2023 году уже 27%. CDM-система на сегодняшний день внедрена по итогам 2023 года у 42% управляющих компаний. Центр обработки данных рассчитывается у 24% Технопарков. Такой документ даже некоторые площадки у себя разрабатывают, внедряют как стратегия по цифровой трансформации Технопарка. О многих стратегиях говорим развитие, но у кого-то это идет блоком общей стратегии развития, у кого-то это идет как отдельная стратегия, потому что действительно это важно. Использование искусственного интеллекта, биг-дата для анализа потенциальных инвестиций, прогнозирование роста инвестиционных парков, технопарков и использование алгоритмов машинного обучения позволит управляющим компаниям выявлять тренды и прогнозировать спрос на потенциальные проекты, которые можно было бы у себя размещать, в том числе об этом уже, кто в этом клубе разбирается, отдельно, наверное, скажем. И много других аспектов, которые на сегодняшний день замкнуты на автоматизацию, на электронные. Также активно сейчас внедряется вопрос, связанный с мобильными приложениями, когда уже не то, что там не выходя из офиса, можно находясь дома, условно там пользоваться. Значит, личным кабинетом или сериал-системой, которая внедрена на площадке. Что касается VR и AR-решений для виртуальных экскурсий, демонстрации инфраструктуры потенциальным инвесторам, это также сейчас и профикуется в рамках того проекта, о котором сегодня говорили, вот ВС, Литинск, промышленный туризм, также это все замкнуто в единую цель. И, конечно же, оно, во-первых, показывает, насколько площадка современная, насколько она отвечает современным требованиям и насколько она готова отвечать требованиям потенциальных инвесторов. Опять же, для сравнения, 10 лет назад Intel, который еще тогда был у нас в технопарке Сарок, начиналось все с того, что нам нужен англоязычный ресепшн, нам нужен телефон в гостином номере, чтобы там наш гость или резидент мог там позвонить, такого еще не было. Сейчас все не стоит на месте, все двигается, и я считаю, что, конечно же, в рамках цифровизации, учитывая то, что бизнес в основном заходит на такие площадки современные, высокотехнологичные, а мы знаем, что даже в тех же особых экономических зонах невысокотехнологичные бизнесы на уровне международной комиссии, которую я составил, они не поддерживаются. Всегда Минфин тоже задает вопрос, а почему там высокотехнологичность? Поэтому, конечно же, мы должны отвечать этому тренду и с удовольствием готовиться в этом всем участвовать, чтобы как можно быстрее наши площадки стали автоматизированы и отвечать современным трендам и современному времени. Ну, а дальше, наверное, уже наши более глубокие эксперты, в этой практике смогут детально рассказать о тех проектах, которые реализуются в площадках. Спасибо. Спасибо, Владимир Александрович. Да, действительно так. Сегодня наши эксперты как раз в нескольких направлениях будут поднимать эту тематику. И задача-то простая. Действительно, мы все такие дайджесты, и хотим быстро все решать, и видеть это все с телефона. И на самом деле, это уже не новости, то у нас этого нет, но как бы Европы на Западе управляются промышленными процессами, технологиями с планшетом из дома. Если машина встала, и ты не можешь ничего исправить, тогда ты едешь и смотришь, что там встало. То есть, где-то есть, основные предприятия, неизвестно много, смотрела, когда же, ну, когда же, когда же, ну, так же. Это решает большой вопрос кадровых, который мы сегодня уже обозначали, наверное, на заседании, но на самом деле, решить эту кадровую проблему, если мы поторопимся, да, то есть, но при этом, тем не менее, никто не стоит на месте. Я хотела бы представить Юлию Широнину, да, она является директором, управляющей компанией Кремс, да, технопарк, технопарк. И, Юля, как раз вы уникально объединяете несколько территорий, да, то есть, ваш парк, как я понимаю, да, то есть, он несколько предприятий Кузбасса, Томской области, да, Новосередине, ДНР, да, и вы умудряетесь аккумулировать и имейте возможность в рамках производительности труда, видимо, да, то есть, вы делаете вот эту вот, ну, систему более подвижной, быстрой, активной, и это позволяет как бы сокращать это время. Может быть, вам расскажете, как вам нравится, с чем вы работаете.